Сегодня мы проводим скайп-мост на тему манипуляции в отношениях. В связи с этим, представляю вашему вниманию практикующего психолога Руслана Хамитова. Здравствуйте, Руслан. Здравствуйте, Андрей. Руслан, расскажите немного, какое отношение вы имеете к психологии и на какой теме в основном специализируетесь? Угу, спасибо. Меня зовут Руслан, да, как ты уже сказал. Я занимаюсь индивидуальным консультированием частных клиентов и работаю с терапевтическими группами. Ну, иногда провожу различные коммуникативные тренинги. Темы, ну, если в общих чертах обозначить, то это самые различные темы отношений как с самим собой, так и с другими людьми. Ну, это чаще всего, конечно, какие-то личностные, семейные, любовные отношения, ну, реже какие-то профессиональные. Давайте немного определимся с вами, что же такое манипуляция. Ну, а манипуляция, если в общем виде, да, то есть это скрытое влияние, да, на другого человека. То есть когда у меня есть какая-то потребность, но я не озвучиваю ее на прямую человеку, а пытаюсь добиться ее какими-то обходными способами. Манипуляции в отношениях – это хорошо или плохо? Ну, вообще, хорошо или плохо – такие категории, можно сказать, в морали, да. Я, в свою очередь, как психолог, больше стараюсь не столько оценивать, как нечто плохое или хорошее, а сколько смотреть с точки зрения причин и следствий. Ну, и, в общем-то, когда мы говорим, что что-то плохо или хорошо, то, в общем-то, это просто накопленный людьми опыт, да, что вот если делаешь так, то потом получается как-то не очень для тебя хорошо, и тогда мы говорим, что это плохо. Про манипуляции тоже можно, в общем-то, сказать по-разному, да. То есть если это негативная какая-то манипуляция, да, то она может плохо оборачиваться для отношений. Да, ну, когда я нечто хочу получить от другого, ну, в ущерб ему. А с другой стороны могут быть и позитивные манипуляции, да, когда мы записываемся в какой-нибудь, там, на тренировки, в тренеров ходим, да, и он применяет какие-то способы, чтобы манипулировать нами, чтобы мы добились своей цели, своих каких-то результатов. Ну, или жена, да, может, манипулировать, в общем-то, можем, вдохновляя его на достижения, на успех, на его самореализацию. Ну, как-то напрямую ему, не очень, правильно говоря, ну, как-то по-женски просто, помогая ему хорошо расслабиться, там, да, как-то придавая ему уверенность в себе, там, восхищаясь им. Тоже, в принципе, манипулирует, но уже совсем другой результат. Что побуждает людей прибегать к скрытому воздействию на партнера? Ну, если чисто технически, да, то это страх. А страх того, что, ну, что-то не получится и мне откажут, ну, или меня отвергнут. А часто это очень слито, да, люди не очень разводят контексты, и тогда, если не отказали в моей потребности, то я могу переживать это как тотальное отвержение меня вообще, как человека, партнера и так далее. И тогда мне очень страшно. А с другой стороны, это просто, ну, некоторая культура, все мы являемся продуктами своего окружения, в котором воспитываемся и растем. И если, ну, в семье я как-то видел такие примеры, да, что, ну, родители между собой как-то не очень прямо говорили о своих потребностях, и манипулировали друг другом, ну, или окружающими, да и в отношениях со мной, может быть, как ребенка манипулировали, то я усваиваю эти вещи и даже могу не осознавать, что я, собственно, манипулирую. Ну, как в порядке вещей у меня такой способ обхождения с окружающим миром сложился, и я это делаю. И не осознаю, может быть, даже последствий. А все-таки, если вот в осознанке уже взрослый человек, вот, чуть подробнее, с двух словах. Если человек делает это осознанно, но либо он может все-таки не понимать цены вопроса, да, то есть последствия, либо, потому что чаще всего бывает, ориентирован на какой-то краткосрочный результат, что здесь, сейчас мне важно добиться, а дальше эти отношения, в общем-то, горея на огне. Да, ну, продавец хочет сейчас что-то продать, а что там потом будет с вашими отношениями, там, как клиенты и покупатели к фирме лояльности, мы не очень волнуем, мы сейчас планом будем делать. А кто больше склонен, по-вашему, к манипулированию, мужчиной или женщиной? Ну, вообще сложно так как-то, в общем, сказать, потому что это будет такая средняя температура в палате, да, то есть понятно, что есть и мужчины, которые очень даже себе профессионально или даже просто от природы манипулируют об его как. Есть и женщины и такие, и наоборот, которые, может быть, даже и хорошо бы им обучиться, да, как-то быть не столь прямыми, там, откровенными. Вот, а в целом, ну, может быть, еще в сферах различия, да, то есть женщины, они более хорошо ориентируются в чувствах, эмоциях, и тогда у них, наверное, чаще вот эти манипуляции происходит в быту, в каких-то таких повседневных отношениях, а мужчинам более характерной манипуляции, ну, какой-то реализации в социуме, в делах, в бизнесе, то есть вот в каких-то таких вещах. Расскажите, пожалуйста, насколько оправдано применение скрытого воздействия в отношениях? Насколько оправдано, ну, опять же, да, все мы говорим, что манипуляция, по сути, просто инструмент, вот как топор, да, то есть можно строить им прекрасные, там, дома, да, архитектурные какие-то, да, зодчества, памятники, а можно пойти там и грабить, да, на большой дороге, рубить доллары. Вот, соответственно, и здесь то же самое. Если я манипулирую, ну, ради блага другого, то есть вопрос намерения, для чего я это делаю? Хотя тоже такой мутный, можно сказать, вопрос, да? Иногда я могу как бы для другого хорошо делать, ну, мне так кажется, на самом-то деле, кто сказал, что для него это хорошо. И в этом смысле лучше все-таки, ну, прямо внарожать свои желания там помочь или что-то и сопоставлять их с тем, насколько человек сам вообще хочет этого и менее очень хочет. Вот, потому что, если такой проверки нету, то цена манипуляций чаще всего в некоторой агрессии, да, пусть даже подавленной. То есть когда я манипулирую человеком, то он, может, и не понял, что я вот добился от него чего-то таким способом. Но в детстве подсознанки у него все равно остается ощущение, что что-то не так. И тогда это такая... Если манипуляция не раскрыта, то тогда неявная агрессия будет выражаться в отношениях каких-то других сферах, да, ну, какие-то пакости, какие-то совершенно не связанные с вопросом манипуляции к вещах, да, какая-то агрессия, раздражительность. Вот. И зачем это надо? Поэтому, конечно, лучше, чтобы этого не было. Но если какой-то, скажем, вопрос, ну, безопасности, да, угрозы жизни или здоровья близкому человеку, то, наверное, можно там сманипулировать, да, там, как фильм показывает, да, там, дыши, а то я тебя убью, да, или если ты умрешь, я тебя не прощу, да. Ну, манипуляции, в общем-то, нацельные такие, на какой-то позитивный результат. Но, опять же, это некоторый мой выбор, когда я готов встретиться с тем, что мой партнер потом будет злиться на меня. Но, в общем-то, такая потеря для меня менее страшна, чем потерять этого человека совсем. Вот. Ну, и тогда я могу оправдывать такую манипуляцию. Ну, особенно. Можно ли построить все-таки долгие отношения, именно долгие, основанные на манипуляциях? Как скажи? Долгие можно. Частливые вряд ли. Вот это... Получается, я могу построить долгие отношения на манипуляциях, отношения, основанные на зависимостях, созависимостях. Могут быть, в общем-то, длиной в жизнь, но пока кто-нибудь не умрёт. Знаешь, есть такая... Ну, как... Семьи не всегда распадаются путём развода. Иногда они распадаются путём ухода одного из членов семьи из жизни. Ну, потому что вот этот вот негативный психологический климат, да, в отношениях, может быть, даже токсичный, со временем создаёт психосоматику какие-то болезни, которые, в конце концов, ну, сводят на нет человека. И то же тогда такой же результат получается, что есть какие-то нет семьи. Что делать человеку, который понял, что им манипулирует партнёр? Ну, в принципе, чтобы грамотно реагировать в этих ситуациях, важно развивать в себе осознанность. Ну, первое, что он может заметить, как вот у него пазл сошёл, что-то по ощущениям, да, то есть если человек, ну, в контакте со своим телом, со своими чувствами, эмоциями, он может просто в каком-то разговоре чувствовать, что что-то не так, что-то не то. Там может быть сигналом, а ну, про то, что манипуляция какая-то происходит. Но что делать? Ну, раскрывать манипуляцию, то есть называть вещи своими именами, обозначать. Ну, это если ты уже профессионал действительно в этом деле, и достаточно хорошо чувствуешь себя, потому что поначалу-то достаточно сложно, ну, как-то чётко понять. Тогда, может быть, стоит просто сказать, ну, взять какую-то паузу. Сказать, слушай, что-то мне не нравится, вот, вот, в ход нашего разговора, да, и как-то взять тайм-аут, чтобы разобраться в себе, что вообще сейчас происходит и что мне не нравится, как-то происходит. Вот, а если я уже хорошо понимаю, что человек от меня хочет, то, ну, называть вещи прямо. Когда, ну, вот эта таинственность, грубо говоря, убирается, и манипуляция теряет свою силу. Ну, можно, чтобы, может быть, пояснить, какой-то такой пример, ну, вопрос, да, ну, скажем, а ребенок там, или партнер, он говорит, да, на что-нибудь в духе, ты плохой, а вот у всех есть вокруг айфоны или шубы там, а у меня нету бананин, да, примерно, ну, часто встречающийся. И тогда, если я могу, ну, разводить какие-то контексты, да, ну, во-первых, устойчив сам, я могу опираться на собственные ценности о том, что такое, ну, быть мужчиной или быть родителем. И когда я вижу, что, ну, вот то, что мне сейчас презентуется, что если ты не... что у всех есть айфон, а у моего ребенка нет, не соответствует вообще моим ценностям, я как-то могу быть спокойным в этом месте. А если нет, то тут у меня, конечно, возникает куча там собственных переживаний, там, чувствую длинные, там, или, собственно, неполноценности какой-то, еще что-то. И тут мне очень сложно уже чего-то делать, да, как-то, ну, здоровым образом реагировать. Первый шаг – это важно собственную устойчивость, как-то, верно, для этого, кстати, тайм-аута и важно, собственно говоря. А когда я понимаю, то я могу уже, ну, и, собственно, поддержать партнера своего, да, ну, как-то сказать ему про то, что, ну, я понимаю, что тебе, похоже, хочется айфон. Вот. При этом еще непонятно, чего ему хочется. То ли он ему на самом деле нужен, то ли, опять же, он стал жертвой манипуляции, то ли рекламной, то ли, может быть, там у него в школе кто-то говорит, там, что вот у нормальных пацанов должны быть айфоны, и он ведется на эту штуку, и он теперь жить спокойно не может от того, что у него нет. А когда я говорю, что я понимаю, что вот ты это хочешь, то напряжение спадает у него, да, он ему уже, ну, собственно, от чего манипулируется, от того, что страшно. А тут ты говоришь, ну, вообще-то понимаю, и могу с тобой просто про это поговорить. Не обязательно вот эти штуки делать. То, ну, как-то напряжение спадает. Ну, и хорошо бы выразить некоторые свои собственные чувства относительно того, что манипулировать. Ну, обычно это некоторое раздражение избыло. Ну, то, что про айфон можем поговорить, а вот та форма, как ты это делаешь, ну, меня, в общем-то, раздражает. Ну, и тогда уже дальше можно конструктивный диалог строить. Нужно ли, по-вашему, как-то мстить манипуляторам? Если да, то какими методами? Я не думаю, что имеет смысл. Ну, даже не то, что не думаю. А если мы понимаем, ну, откуда все это растет, как говорится, плохих людей не бывает, бывают люди несчастливые. Ну, если человек так вот силу воспитания сложился, ну, или просто со страха такие штуки делает, ну, что ему мстить? Ну, как говорится, я его вот такой вот гадости, добавлю в свою гадость, не будет в мире на одну гадость больше. Собственно, кому от этого лучше? Никому. Вот. Поэтому хорошим, конечно, не мстить, а, ну, помогать человеку выпутаться из этой своей схемы. Ну, в первую очередь, понятное дело, защитил свои границы себя, ну, а дальше уже можешь и человеку помочь, если он выберется из такого вот привычного способа, обходиться и научиться, это прямо вот. Ну, а ему придется научиться, да, если вот с тобой не проходят такие штуки, ну, он раз попробовал, два попробовал, но потом понимает, что ему дешевле прямо тебе говорить о своих каких-то желаниях и потребностях, чем вот так делать, а потом встречаться с твоей агрессией. Вот. И тогда ты становишься тем человеком, благодаря которому он как-то развивается. Ну, и на мой взгляд, гораздо более такой конструктивный подход. Ну, здорово. Ты прям, мне вот нравится, немножко я вот здесь вставлю ремарочку, то, что ты черное и белое разделяешь. Вот это вот очень, я считаю, не хватает многим людям. Ты знаешь все-таки, что манипуляция, если она деструктивная, она все-таки такая. Приходится, работа же такая. Люди могут приходить разные, да, то есть, и кто бы он ни был, кто бы ко мне не пришел. То есть, если я буду его как-то оценивать с точки зрения морали, ну, какой бы это топ. Я же понимаю, просто, причины, которые привели. То есть, у любого поступка самого там ужасного есть какие-то причины. И если человек еще и сам хочет как-то исправиться, ну, как-то группа говорит про то, что он какой-то нехороший, лучше помочь ему прийти к каким-то новым способам. Возможно ли построить отношения вообще без скрытого воздействия? Если да, то расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, что для этого нужно. Ну, совсем, наверное, это скорее такая штука, к которой нужно стремиться, да, то есть, это как вот математики, да, их стремящиеся к чему-то, бесконечно стремящиеся, потому что абсолютно нужно быть каким-то просветленным, который на сто процентов осознанно и вот живет уже в масштабе всего там мира, всей вселенной. Вот. А нам в отношении стоит к этому стремиться, а как стремиться, ну, как минимум, наверное, договорившись, что, ну, вот есть у нас такая ценность в отношении, чтобы мы, ну, прямо говорили про свои чувства, потребности и так далее. И тогда поддерживать друг друга в этом. Ну, самому развивать себе осознанность, осознавать, то есть, прежде всего, потому что я сам часто не могу не замечать, что вообще-то я сейчас манипулирую. И быть чувствительным, когда партнер мне говорит, что, слушай, что ты сейчас не то говоришь, или что ты говоришь, но хотелось бы яснее. И тогда можно развивать себя и помогать развиваться партнеру. Вот так и так.